МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на Амурском областном телевидении в студии Оксана Холодова. Вначале основные темы. Грант на развитие. Благодаря государственной поддержке амурские фермеры расширяют свои хозяйства. Какие направления осваивают и успешно развивают в регионе? Вышла на финишную прямую. В Амурской области завершается пассивная кампания. Кто в лидерах? В борьбе за посты губернатора список участников предвыборной гонки пополнился еще одним претендентом. Кто составит конкуренцию кандидатам? Проваливались в ледники, встречались с дикими животными, преодолевали непроходимые тропы. Экспедиция регионального отделения географического общества вернулась из Зейского района. Зачем амурчане отправились в трехнедельное путешествие? Сразу 9 сельхозгрантов получили фермеры Михайловского района. Благодаря господдержке в муниципалитете активно развивают молочное животноводство, растеневодство и пчеловодство. Финансирование аграрных проектов предусмотрено и на ближайшие несколько лет. Как изменилась работа грантообладателей, расскажет Юрий Камышный. Как бы улика, только он в мини получается. Тут тоже есть рамки, тоже они отстроенные. Те же самые пчелы. Все то же самое, тот же мед. Но тут еще есть матка, которая... Сейчас, если мы ее найдем с вами. Любая пасека начинается с маточника. Вот в таких практически тепличных условиях выращивают производителей будущего роя пчел. В сезон здесь получают 400-450 молодых маток. Это вот неплодная матка. Она еще облетываться будет, выходить на брачный период. В хорошие годы пасека Степана Чернова насчитывала до полутысячи ульев. Сейчас меньше. Глава КФХ говорит, работать некому. А одному управляться с таким количеством пчелосемей уже сложно. А ведь бортничество – занятие прибыльное. Его экологически чистый мед на складах не задерживается. Покупают не только амурчане. Часть готовой сезонной продукции забирают предприниматели из Якутии. Тем более, что товар этот не скоропортящийся. Я вот не так давно смотрел гробницу фараона какую-то там разрыли. Там две тысячи лет банка с медом лежала. И прекрасно там в музее все пробовали его. То есть раньше мумии бальзамировали медом. Пчеловодство – занятие не только прибыльное, но и очень затратное. Без дополнительной поддержки начинающим бортникам очень сложно организовать свою пасеку. Да и тем, кто в этом деле уже не первый десяток, как Степан Чернов, господдержка лишней не будет. Самому начинать – это очень тяжело. То есть без помощи никак. Очень все дорого. И пчеловодный инвентарь дорогой. И все. И материалы, и стройматериалы. То есть построить какую-то базу надо. Сотнями рублей не отделаешься. То есть нужна помощь однозначно. Хозяйство Михаила Каурова начало расширяться с 2020 года. Толчком к развитию стал грант областного минсельхоза. Купили молодых телочек, трактор. И сегодня молочное стадо фермера – это 25 буренок галштинской породы. Благодаря новой технике корма для животных заготавливают сами. Заготавливаем сами. Овес для себя посеяли. Ну такое зерновых основное. Пшеницу, ячмень не сеем, потому что процесс другой. Надо сушку, не сушку сушить. Можно пролететь, прогореть можно сильно. Ну пока начали с малого. Дальше видно будет. Посмотрим, как оно получится у нас. Сейчас в планах сельхозтоваропроизводителя создать свою семейную ферму. Увеличить поголовье животных и развивать растениеводство. Для этого Михаил Кауров планирует подать заявку на еще один грант. Может быть и пойдем на семейную. Сейчас прикинем. Да, я думаю, скорее всего, наверное, и пойдем. То есть мы хотели в том году подать, но срок не подошел еще. И хотели мы дальше. Она нам бы сильно помогла. Вот если в том году, как мы бы ее взяли, она бы нам сильно помогла. Где-то еще технику добавить. То есть, ну маленько мы со своей техникой у нас, ну что трактор один новый, остальные старая техника. Как бы мы уже не маленько не справляемся. Объем как бы наращиваем, ну и не справляемся. Помощь в получении господдержки оказывают в администрации Михайловского района. Здесь заинтересованы, чтобы местные фермеры развивались. Только в 21-м году территория получила три гранта на сумму более 25 миллионов рублей. Существенно, конечно, государственная поддержка, она очень помогает. Именно сделать такой решительный шаг в развитии в дальнейшем. Потому что человеку очень трудно запланировать какие-то свои планы по развитию. Потому что не владея средствами, не можешь дальше спрогнозировать. А здесь, благодаря государственной поддержке, ты можешь быстрее реализовать свои, так сказать, мечты и планы. Как получить грант и какие документы для этого необходимы? Информационные встречи с начинающими фермерами, посвященные этому вопросу, сегодня проводят и специалисты областного Минсельхоза. Тем более, что линейка мер господдержки каждый раз расширяется. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. В Преамурье финиширует посевная кампания. В нескольких хозяйствах план посеву ранних зерновых, сои, гречихи и кукурузы перевыполнен. Лучшие показатели у Заветинского района, где обработано почти на 20% полей больше, чем предполагалось. В этом году в Преамурье около 200 тысяч гектаров заняли зерновые культуры. Почти 885 тысяч гектаров отданы под фирменную амурскую культуру сою. В хозяйствах области продолжается сев гречихи. На сегодняшний день засеяно почти 6 тысяч гектаров, или 109% от плана. Все работы с превышением плановых показателей завершены в Заветинском, Ивановском, Белогорском округах, Октябрьском, Магдагачинском районах. Список участников предвыборной гонки на должность губернатора Амурской области пополнился еще одним претендентом. Своего кандидата на этот пост выдвинуло региональное отделение социалистической политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Амурские справедливоросы выдвинули кандидатуру Евгения Завгороднева, врача-уролога. Претенденту на пост главы региона выдали письменное подтверждение о приеме документов на выдвижение и разрешение на открытие специального счета для создания и формирования избирательного фонда. Ранее документы в избирком подал действующий глава региона Василий Орлов. Его кандидатуру выдвинула «Единая Россия». Процедуру выдвижения также прошел председатель регионального отделения партии «Коммунистическая партия коммунисты России» Сергей Рафальский. Документы подал и общественный бизнес-омбудсмен Борис Беловородов. Он представляет КПРФ. Выборы губернатора области будут проходить в течение трех дней с 8 по 10 сентября. Досрочное голосование стартует 20 августа. За трудовые заслуги, а также за заслуги в научной и общественной деятельности. Шестеро амурчан получили почетные звания, знаки отличия и благодарности президента России. Торжественная церемония вручения прошла в региональном правительстве. За заслуги в развитии Дальнего Востока награждены Дюмин Андрей Виталий, заместитель председателя правительства Амурской области. Этот же знак отличия вручили советнику по связям с общественностью ректора Амурской государственной медакадемии Эльвире Аверченко. Медаль за заслуги перед областью второй степени получила начальник финансового управления администрации свободного Татьяна Димова. Почетным званием заслуженный деятель науки удостоен зам. директора по научной работе Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания Юлия Перельман. Две жительницы региона получили благодарности президента страны. Анна Гриценко, начальник отдела лингвистической экспертизы аппарата губернатора и правительства Амурской области, а также заместитель председателя регионального избиркома Юлия Круг. В Благовещенске из Москвы доставили два зенитно-ракетных комплекса. Это первые экспонаты выставки под открытым небом, которая будет располагаться на базе военно-патриотического центра «Авангард». Технику противовоздушной обороны встречал Руслан Козловский. Зенитно-ракетные комплексы из Москвы в областную столицу доставили по железнодорожным путям. На то, чтобы перегрузить многотонные единицы техники железнодорожной на платформу грузовика, у специалистов ушло более трех часов. Для этой работы задействовали спецтехнику «Кран» грузоподъемностью более 100 тонн. Эта техника будет размещена на базе Амурского центра «Авангард». Зенитно-ракетные комплексы ТОР и ОСА относятся к поколению средств ПВО 90-х годов, которые применяются до сих пор. Главная их задача – прикрывать передовые и тыловые подразделения частей от воздушных атак самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников. Советский автоматизированный войсковой зенитно-ракетный комплекс ОСА предназначен для передвижения на суше и на воде. Это многофункциональная машина. Она пускает ракеты по всем целям, чтобы прикрывать силы и средства мотострелковой танковой дивизии во всех видах боевых действий. На вооружении был принят в 1971 году. На конец 2007-го является наиболее многочисленным в России комплексом войсковой противовоздушной обороны. ТОР может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме и поражать все низколетящие цели противника. Есть отличие в том, что это боевая машина. Она с броней и все остальное. А здесь у нее противопульная броня, она и сзади немножко находится, за ним идет. То есть, если идет эшелонирование, значит, она идет немножко отдаленно и у нее немножко другие задачи. До конца июля в центр «Авангард» привезут шесть единиц техники. Она останется в Амурской области, отметил Сергей Вайда. Ее подготовят, покрасят и выставят на плацу регионального центра «Авангард». Еще три получат космодром «Восточный», где также планируется демонстрация технических средств вооруженных сил России. Выставка организована по поручению губернатора Амурской области Василия Александровича Орлова при содействии правительства Москвы и их мэра. Все привезено с московского ВДНХ. У них достаточно большая коллекция техники, и они дали нам часть своей техники для того, чтобы выставить ее в Амурской области. В планах организовать выставку на постоянной основе работа по передаче техники уже ведется. Руслан Козловский, Владимир Петренко, Михаил Величкин. Амурско-областное телевидение. Проваливались в ледник в июне, встретились с медведем, преодолели непроходимые болота. Экспедиция Амурского областного отделения географического общества вернулась из Зейского района. В 18 дней амурчане шли тропой испытаний, которая описана в одноименной книге известного исследователя Амурской области Григория Федосеева. Фото и видеоматериалы участников экспедиции будут использованы для иллюстрации художественных произведений о Преамурье. Таким образом, о нашем крае смогут узнать больше людей. С участниками проекта встретилась Ирина Батина. Больше 100 километров пешком, около 200 на лодках. Не просто пройти, а сделать фотографии, видео, составить карту. Первая экспедиция по следам Федосеева проходила в верховьях реки Зей. По территории Токинско-Станового национального парка. В горы на высоту почти 2 километра группу из 6 человек забросили на вертолете. А дальше почти 3 недели по горным речкам, тайге через болото. Представьте, что вы прогуливаетесь по набережной со скоростью 5 километров в час, кто 4 спокойно. А там идешь со скоростью 200 метров в час иногда. Мы даже замеряли скорость иногда 3 километра в сутки у нас было. То есть там такая непроходимость. Если сейчас в июне мы провалились сугробы по грудь абсолютно, и это надо было перелазить, выходить как-то от чего-то. В ущелье между ледниками там заходили, пройдем, не пройдем. Где-то такие камни. Нас спасали очень много звериные тропы. 9 баллов из 5, так оценил сложность маршрута Алексей Ярославович. 20 лет он изучает амурские просторы. Мужчина – профессиональный спасатель. Руководит авиационно-космическим поиском. Поэтому исследует территорию области еще и для работы. Это не первое сотрудничество с географическим обществом. В тисках Джукдыра «Смерть меня подождет» тропой испытаний. Книги Федосеева Алексей Севастьянов читал за поем с детства. Когда выдалась возможность пройти по реальным местам, описанным в произведениях, сразу согласился. Они все лето, весь сезон ходили пешком, пешком, пешком. Мало того, что они на вершины гольцов этих гор, для пунктов этих специально геодезических, затаскивали бревна, цемент. Там работы было ужасом. И с каким-то рюкзачком сейчас не тушенку, которую там тащим, а уже пакетики какие-то сублимированные. То есть настолько все удобнее стало. Поэтому наша работа вот сейчас такая, она должна быть сделана в уважении этим людям, чтобы уже красивые эти места выложить для всеобщего зрения. Маршрут составлялся точно по книгам. Реперные точки наносили на карту, затем навигатор. Разработкой занимался председатель регионального представительства географического общества, который стал инициатором проекта, посвященного 125-летнему юбилею следователя и писателя Федосеева. Его отметят при Амуре в следующем году. Вспоминать будут и венкийского проводника Улу Киткана, который также стал героем произведений. Мы считаем, что писатель Федосеев, безусловно, это человек такого, по крайней мере, общероссийского уровня, и при этом он наш, амурский. И мы считаем, что нам надо его как бы поднимать, как один из узнаваемых таких символов Амурской области в какой-то мере, как, например, для Приморья является Владимир Николаевич Арсений. Вот село Бомнак, где жил последние годы Улу Киткан. Для них это тоже, наверное, единственный населенный пункт в Амурской области, где есть улица Федосеева и Улу Киткана. У них всего две улицы в поселке. Вот они носят их имена. У них есть памятник совместный Федосееву и Улу Киткану, есть могила Улу Киткана. Для иллюстрации шести книг писателя Географическое общество проведет еще три экспедиции в течение двух лет на притоках Зеи, севере Телинджинского района, на границе Хабаровского края и Якутии. Материалы разместят на специально созданном сайте. Также к юбилею выпустят энциклопедию исследователя, памятную медаль. Инициативная группа уже обратилась к губернатору с просьбой объявить 2024 год в Преамуре годом Григория Федосеева. Ирина Батина, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. И на этом все. Спасибо за внимание. Смотрите новости Амурского областного телевидения и следите за самыми интересными событиями вместе с нашими корреспондентами. Всего хорошего и удачи. Субтитры подогнал «Симон»